Такая тема на любовное гадание, что он думает обо мне сегодня. Я буду делать два развернутых расклада на замечательных картах Ленорман. И приглашаю вас к моему волшебному столу. Начинать я буду с Ленорман Фей и отложу пока Пейган Ленорманд. Если вы выбираете для себя число, конечно же, один или два – это самый сложный выбор, поэтому это номер выбора. Выберите, пожалуйста. Ну а я вообще советую вам смотреть оба расклада по той причине, что мы слышим советы чаще, лучше, если мы думаем, что-то к нам не относится. И тогда мы понимаем, что нам делать. Это волшебство. Обычно то, что вы выбрали и очень сильно хотите получить ответ, не работает. А вот расклад подружки, он может для вас быть незаменимым помощником. По этой причине, конечно. Я это советую. А во-вторых, в подсознании вашем есть выбор. И этот выбор иногда может оказаться не тем, что вы выбрали на сознательном уровне. Так что вот сделайте эксперимент и посмотрите оба расклада. Карты Ленарман готовы для того, чтобы посмотреть, что он думает о вас сегодня. Это будет глубокая характеристика мужчины, его анализ, его состояние в момент и его планы на вас. Все вот такое. Итак, вначале я сделаю предварительную диагностику. Мы просто посмотрим, какими же картами он окружен в данный момент. И это даст нам подсказку, как с ним разговаривать, что он может услышать, а что и нет, что не дано ему услышать в данный момент. И вот карта мужчины. Смотрите, дорогие, он очень даже готов вас услышать сейчас. С одной стороны звезды, это возможности, у него расширенное сознание сейчас. А с другой стороны солнце, он в хорошем расположении духа. Это прекрасно. А теперь я посмотрю ваши карты, которые окружают вас как сигнификаторы. И я загадала, здесь есть прекрасная карта женщины, и это вы на момент просмотра. Только лишь на момент просмотра. И мы посмотрим, какие энергетики владеют вами сейчас. Итак, а какие же энергетики владеют вами? Вот смотрите, вы очень закрыты, потому что я почти всю колоду уже взяла, а вашей карты до сих пор нет. Вы закрыты к новому. Вы закрыты к новому. И я ее не увидела, очевидно, так и нужно было. Значит, мне не нужно было увидеть ее. То есть, другими словами, вы даже спрятались от меня, дорогая. И мой вопрос к вам такой. Почему вы такая закрытая? Почему вы даже прячетесь от вашего предсказателя? Вы боитесь войти в контакт с вашими чувствами. И это показывает ситуацию, когда предсказатель пропускает карту, которую он ищет. Вот смотрите, уже я вот в самом-самом начале нашла вашу карту. И с одной стороны от вас и туда, куда вы смотрите, это карта птицы. А с другой стороны сад. Вы, видимо, общаетесь не с одним мужчиной. А вы, может быть, общаетесь с несколькими мужчинами. И вы хотели бы сейчас посмотреть, какой из этих нескольких мужчин к вам больше расположен. Или же вы пока еще не уверены, что вот такой архетип мужчины или другой – это тот, который на вас обратит внимание. Очень часто бывает так, что тот архетип, на который мы обращаем внимание, абсолютно к нам равнодушен. Особенно в молодости. Это так часто бывает. Да и в зрелые года тоже. Это связано чаще всего с тем, что человек себя не видит со стороны той женщины, которая, например, хочет только такого мужчину. Она не знает, какова она вообще на внешнем уровне. И она себя либо переоценивает, либо недооценивает. Но это, конечно, все только в общем, да, потому что общий расклад. Итак, что же между вами? Что он думает сейчас именно о вас? Это очень хорошая карта. Это карта собака. Он дружелюбно о вас думает. Он очень хотел бы с вами пообщаться на уровне человеческом. Не обязательно только сексуальным, понимаете? Просто человеческом. Каково его осознанное поведение по отношению к вам? Карта Лиса. Он, знаете, вот интересно, что так вот я об этом и начала, что часто то, что мы хотим, чтобы нам давали другие, очень сильно отличается от того, что мы даем людям. Он хотел бы от вас дружелюбия и понимания, сострадания, чтобы вы вошли в его ситуацию. Но о вам он дает лису. Он сознательно вами манипулирует и о вас обманывает. Сознательно он не договаривает. Он хотел бы сказать вам то, чтобы вас увело от правды. О его жизни, или, например, если у него другая, или почему он не звонит, почему так долго он заставляет вас ждать, почему вы должны ждать его звонка и находиться в таком подвешенном состоянии. Он вами ведет. И в то же время хотел бы дружбы от вас. То есть человек, конечно же, не очень честный, я могу сказать. А на подсознательном уровне этот мужчина, он охвачен тучами. На подсознательном уровне он просто не знает, куда он идет. Не видно тучи, это когда не видно, когда темно, когда человек не видит своего солнца. А солнце – это успех человека. Она символика. Солнце – это его успех. То есть человек не видит, где его успех. Он не видит, где та женщина, которая ему нужна. Это вы. Он сам себе враг, можно сказать. Вот в чем дело. Итак, каковы же его планы относительно вас? На сегодня мы посмотрим. Потому что я выпускаю очень много предсказаний. Я обожаю это делать. И каждый раз, когда вы смотрите мои предсказания, оно на короткое время, вот такое общее. Смотрите, это карта корабля. Для романтики карта неплохая, но в ней очень много оттенков. Итак, его планы относительно вас вышла карта корабля. Он бы хотел, может быть, с вами съездить в отпуск. Он мечтает, как вы будете в отеле утром просыпаться вместе, идти на завтрак, потом идти к морю, или планировать где-то туризм какой-то, посмотреть достопримечательности той страны, к которой вы поедете. Он мечтает об отдыхе с вами. Один вариант. Поскольку это общее гадание, где-то у кого-то, может быть, и он мечтает углубиться, более, так, знаете, тесно с вами быть. С одной стороны, мечтает, а с другой стороны, тесно к себе он не подпускает. Вот такой вот тип, да. Чего же он ждет именно от вас? Может быть, вы дадите ему то, чего он ждет? И здесь карта письмо. Вот интересно, вы ждете от него сообщение, он ваше сообщение читает, которое вы посылаете, но не считает нужным отвечать. Да он и матерь не отвечает, да он и брату не отвечает, понимаете? Он отвечает в мыслях, потому что он такой вот лоботряс, он такой человек необязательный. Он считает ваше сообщение, так что пишите ему, не обращайте внимания, что он молчит. Это такого типа человек, который очень необязательный. Вот в чем дело. Что поможет вашим отношениям с вашей стороны? Вот это карта звезды, да. И она уже выходила при диагностике мужчины. Я бы сказала, поможет, когда у вас будет немножко наплевательское к нему отношение. Когда вы себе скажете, у меня еще масса вариантов, на нем свет клином не сошелся. И это вам поможет. На что вам не стоит рассчитывать вообще? И я смотрю, что это карта секса. В данном случае не стоит рассчитывать, что будет скоро секс с ним. Скорее всего, близость. Близость не будет скоро с ним. Итак, будущее отношение. Мы выложим карту у вас здесь посередине, там, где он ожидает от вас дружелюбия. Вышла карта собак. А вот будущее отношение – это свидание. У вас с ним будет свидание. Это не конец. Окей? У вас с ним будет свидание, и будущее отношение вообще-то легкое. Так что пока не, как бы, свои мечты не ставьте слишком высоко, да. Don't put your expectations too high. Да? То есть не делайте ваши ожидания слишком завышенными, потому что пока это только свидание. И в этом ничего плохого нет. Ну, потому что Вселенная так говорит, а ее нужно слушать, наверное, нам. И знать, что это то, чего нам не видно, знаете. Поэтому, когда вы смотрите общее предсказание, не ищите подтверждения того, что вы уже знаете. Но вы проведете хорошее время, вы себе как бы соль на рану не будете сыпать, а наоборот, как бы, знаете, поможете в некоторой степени. Но все-таки, когда вы смотрите общее предсказание, всегда-всегда лучше быть открытым и готовым к тому, чтобы услышать то, чего ему еще не известно. Итак, сейчас я взяла другую колоду. Это может быть дополнение, кстати, к вашему, к первому. Но это для тех, кто любит выбрать число. У меня на этом канале есть выберите число тоже. Но есть и просто отдельные глубокие для всех предсказания на одной колоде с одним обширным раскладом. Есть всякое, на любой вкус. И я бы сказала, если у вас открытый ум, вы в любом почерпнете что-то для себя важное. Итак, мы сейчас посмотрим на вот эту женщину, которая смотрит на дорогую женщину, которая смотрит это для себя. при диагностику вашего мужчины и при диагностику вашего состояния на момент просмотра. То есть это то, чего вы в себе не видите. Опять развилка. Развилка и карта верности, карта лилии. Вы не уверены, что он верен. Вот такая простая при диагностике. Вы не уверены, что этот мужчина вам не изменяет. Вы сомневаетесь в нем. И это очень неприятное положение, когда мы сомневаемся в близком человеке или в человеке, которым мы дорожим. Ну вот, смотрим дальше. Что же у нас открывается? Мы хотим посмотреть его состояние. Ну хорошо, вот его состояние. С одной стороны, это он очень хочет секса. Он вообще зациклен на этом. Наверное, потому что он молод или не молод, так мозгами своими, да. Либо же он, вот здесь карта открытия. Хотел бы, чтобы вы открыты были для секса. Он, в общем-то, от вас сейчас, в данный момент, больше ничего не хочет. Он не хочет, чтобы вы ему готовили обед. Он не хочет, чтобы вы ему стирали носки. Он может это и сам сделать. Он хотел бы, чтобы вы были открыты к близости. И это все, что ему нужно. А сейчас вот, что мы сделаем. Мы будем смотреть, думает ли он сейчас о вас. В данный момент вот такая тематика этого видео. Карта посередине покажет, думает ли он о вас. Еще как думает чувства. То есть подтверждается то, что он хочет близости. Он хочет от вас близости. Все. Он думает только о чувствах. Только о чувствах. Он как бы вспоминает вас на чувственной, такой телесной, физической энергетике. Итак, его подсознательное поведение. Он подсознательно делает то, что ему советовала мама. Луна – это прошлое жизни, это прошлые таланты. Подсознательно он себя так ведет, как ему советовали его духи его рода. То есть его чисто родовое мужское поведение. Он себя так ведет. А на сознательном уровне – это другой мужчина. И на сознательном уровне он может быть завидовать своему другу, кто женат очень успешно. И он хочет, хотел бы… Он, кстати, немножко влюблен в жену друга чуть-чуть. Знаете, чуть-чуть. И он думает, мне бы тоже такую жену. Где-то так. Каковы же его планы относительно вас? И я вижу книга. Это секрет. Планы Вселенная вам не открывает. Он не открывает. И Вселенная говорит, не думай об этом. Книга – это, конечно же, тайна. И мы скажем, что его отношение к вам, его дальнейшие планы – это пока для него самого тайна. Он не имеет их. Помните, как мы видели, что вышла карта чувств и карта секса? У него действительно сейчас нет новоспланов. У него только есть одно. Хотел бы с ней близости, и все. Вот эта карта звезды. Видите, как получается? Я же уже вам говорила, что когда предсказатель раскладывает, выбери номер, на самом деле Вселенная не понимает литереи. И очень часто один расклад ополняет другой. Поэтому я моим дорогим подписчикам советую прислушиваться именно к тому, что Вселенная сейчас открывает в этом поле для вас, к тому, что вам покажется своим. Звезды. Звезды карты, конечно же, в отношениях с одним человеком может означать его фантазии, но она вышла с вашей стороны, в вашей фантазии. Ваши фантазии очень бурные. Вы уже себе представляете даже, как вы будете под его фамилией, как вы будете, как вас люди будут воспринимать, как его жену, как вы будете жить, какой у вас будет дом, будут ли у вас дети. Это все вас волнует, очень сильно волнует, понимаете? Да. На что вам стоит рассчитывать эта карта письмо? Конечно, по отношению к звездам карта очень незначительная. Вам следует рассчитывать лишь только на то, что дается вам сейчас. А это возможность близости. Готовы ли вы к близости с ним? Задайте себе вопрос к такой близости без обязательств, где вы бы не думали о том, что да, я себя вот ему отдала, а немного ли это просто так? Вот задайте себе такой вопрос, потому что это все пока что вам дается. На что же вам рассчитывать, видите? И опять вышла карта клевер. Я еще раз хотела подтверждение моим словам. И клевер, конечно, карта малого. Малого счастья на сегодня, просто удача, кураж, удовольствие. На сегодняшний день, дорогие, если мы так не будем жить, понимаете, да, это дорога в депрессию. Если мы просто ожидаем, что когда-то мы будем жить, жить нужно сейчас. И он вас это мочит. Это кармическое его проявление в вашей жизни. Что поможет вашим отношениям? И я вижу карта коса. Что вы будете спонтанно, коса спонтанность, быстро сейчас спонтанно себя проявлять. Что вы будете просто действовать здесь и сейчас. Вам он предлагает встретиться хорошо. Нужно приходить с таким суровым лицом, как вы знаете. Нет, мне нужно. А просто сказать, да, сейчас, вот хочу сейчас срезать этот урожай. Знаете, вот тоже вот излишний вес у нас у женщин часто много. Потому что мы как бы думаем запастись на потом. Ну, подсознательно, да. Точно так как с мужчиной. Мы хотим все в этот вот, в одну фразу вложить столько, чтобы он все понял на долгие годы, как я буду себя вести. И потому что разные у вас отношения к жизни. Он хотел бы просто близости и все. А вы уже ищите себе серьезные отношения. Поэтому так. Да, в наше время это сложно. Очень сложно. И во всех странах, знаете, есть баланс между женским и мужским. Но когда-то, очень-очень давно, вы знаете, я слышала такую фразу. И она до сих пор у меня, вот она резонирует до сих пор со мной. Например, человеку, который ищет работу. Ну, например. Было такое время когда-то в Канаде, уже очень давно, когда я только приехала. Когда было очень много людей, работали в одной области, да. Вот. И были такие страхи. Ну, как же я найду работу в этой области, если я не буду говорить какая область, это не важно. Если так много людей ищут работу по этой специальности. И ответ таков. Ну, вам же нужна только одна работа. Понимаете? Нет мест. Но вам же нужно 100 мест. Когда мы идем заявлять на работу, мы смотрим, нет мест, только одно место. Вам и нужно одно место, значит, вы его возьмете. А вот, другими словами, я бы хотела сказать, вам нужен один мужчина, вы его найдете. Вам нужно на один день, на один шаг, на одно чувство. Делайте это. Не пытайтесь, как бы, не то, что не пытайтесь, нет. Не пугайтесь, когда вы видите, что, например, статистика в вашей стране мужчин мало. Или мужчины какие-то неприличные. Очень часто такое бывает, да. Вы думаете, ой, как их мало или столько неприличных. Но вам ведь нужен один. Правда? Поэтому вариантов может быть много. Но раз вам нужен один, и если вы запасетесь оптимизмом, вы точно его найдете. Этого одного. И вот, видите, эта карта постоянства вышла. Карта якорь. Так что, вы знаете, что я бы сказала по второму варианту? Сейчас он хочет только секса. Но, только чувства, да. Но есть вероятность, что если все пойдет правильно, и будет развиваться так, как Вселенная вам будет простирать такую дорожку, да, любви, у вас есть возможность и с ним жить, и все будет так, как вы хотели бы. Лишь только не вкладывайте слишком много своей энергетики туда, вот в это будущее. А потратите свою энергетику на здесь и сейчас. Ну что ж, дорогие, это все. Я очень рада, что так хорошо получилось, в принципе, да. И я надеюсь, что для всех вас была подсказка. Я иногда выкладываю на этом канале видео, когда вы видите только мои руки. И эти видео могут прорезонировать с новыми слушателями, потому что на канале новые слушатели каждый день появляются. Там другая немножко атмосфера. А иногда я и вот такие делаю. Дайте мне знать, дорогие, какие видео вам больше нравятся. Я буду счастлива получить от вас этот фидбэк или эту помощь. А сейчас я вкладываю замечательные волшебные карты назад в их домики, да. И приглашаю вас на уроки на карнах Ленорманд. Не обязательно для того, чтобы это было вашим делом жизни, вашим бизнесом, вашей, да, пить клиентов, помогать людям. Это может быть просто путь к саморазвитию для приятнейшего хобби или для улучшения себя, расширения своей сферы, для борьбы со своими страхами, приобретения личной свободы. Это всё, всё я помогу вам сделать при помощи замечательных уроков, которые я для вас сделала в моих авторских уроках на картах Ленорманды. Их масса, совершенная масса. У меня 10 уроков, 10 курсов, не уроков, курсов. В каждом курсе очень много уроков по раскладам на картах Таро и Ленорманд, как их делать. У меня начальный курс по картам Ленорманд огромный. И три курса по магии на картах Ленорманд. Так что возможности огромные. Зайдите на мой сайт, нажмите на ангелочка, и вы попадёте на объяснение, как происходит обучение. Есть обучение видеокурсы и есть обучение индивидуальное по скайпу. Но видеокурсы дают вам столько-столько, что может после этого иногда. Вообще скайп не нужен, что чаще всего люди уже сразу работают. Или же один-два урока по скайпу тоже могут вам помочь. Я желаю вам счастья, желаю вам любви с вашими любимыми людьми. И надеюсь, что я буду с вами встречаться ещё и ещё и ещё на моём замечательном магическом канале «Всё о любви».